День добрый Здравствуйте Здравствуйте Выберите вам минутку, пожалуйста Провиция у вас Есть у вас минутка? Хорошо Куда мы приезжали с вами в беседу? В участковую я Игнатий Тихонович, с прокуратуры нам пришла такая бумага Помните что? С прокуратуры бумага пришла Когда по лагерю опросы помните были? Да лагерь тоже 18 июля закрыт Расформирован полностью 18 июля, да? Июля, вы сейчас играете, весь мир позор 18 июля лагерь полностью уничтожен Его никогда больше не будет Я начальник организовал, 45 лет прошло, я его закрыл и уничтожил Все понятно Потому что в этих условиях работать невозможно, такого не было Сейчас адвокатов не хватает, вчера сказали, что делается Сейчас этот закон Яровой Ирин это приняли И за одно слово человека хватает Ну, это благовестие Староста в деревне День деревни исправляли Он говорит, да благословит вас Бог Неверующий Пожалуйста А необходимость есть снимать? А что? На видео необходимость есть снимать нас? Ну, моя территория, я снимаю Нет, ваша территория Необходимо Мы ездили, знаете, сколько проехали с благовестием? От Владивостока до Португалии И нигде не запрещается Нигде Когда во внутрь кабинета заходим Только внутри кабинета Вопросов нет Определенно Игнат Николаевич, у вас дети сейчас в период обучаться будут где, нет? Не понял Дети, дети Дети? Школьного возраста есть же у вас? Никого нету Закрыто, 18 июля Нет, нет, но у вас же проживают дети Ну это, тут знают где Я в Барнаульске В селе дети есть? Есть А со школой как дела? Ну как, открывают школу и все Здесь сами обучаете их? Ну как школа Это как бы под отдел Самообучение Самообучение В Порчинске В Порчинске Здесь старший учитель, он как вроде завучей Елена Анатольевна Барабаша Жена старости И Она И Второй учитель это Это Венщин Людмила Анатольевна И Виктор Савченко То есть Они учат от первого до девятого фаста Но Вы здесь проживаете Вы Законы какие поддержите? Наши Российской Федерацией законы? Вот этот дом Савченко 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 Ну вы помните Если вы так Были или нет Когда приехали по указанию Президента Российской Федерации Проверять Мы вывесили флаг И гимн Попели В интернете В честь уважения Нашим президентам Он каждый день в моих молитвах Мои книги видели у него в библиотеке Вот что главное Ну Просто как бы это Что предупредить У нас в уголовном кодексе Имеется статья 239 Называется Это Против Публичное выступление Против Действующего Законодательства И власти Сохрани Бог Мы молимся об этом Чтоб мир Бог продлил У меня благодарность От Рамзана Кадырова Благодарность я ему подарил От Лукашенко Ну нормально все у вас как будет Ну Бог милует Я хотел спросить Эти которые попали в Ары Это еще с ними как А С ворами Да С ворами Ну там как бы это Материалы все зарегистрировали Ну ее уже видно Что не работает Главное бросил все ту же Лежит вещи Которые выбросил Ну неужели Нельзя понять Что это вор Ну там Противальное решение будет принято Ну Знаете У нас выстоять еще нельзя даже Все решетки Все Газом Там Бензин Все абсолютно боролит С машины Магнета снимает Ну куда это Это уже не первый раз Ну можно как-то приструнить И сказать Ребята Я показываю Посмотрите как мы живем У нас 10 детей было у отца И отец наказывал Не воруй в карты Не играю Знаю Башкотшин Он очень крутой был Поэтому мы боялись Как огня этого Я вам рассказывал в прошлый раз Как не После окончания техникума Я был направлен в органы МВД Строго режима Ну я так понимаю С участковым Который Здесь вы знакомы Да? Это мальчишка Ну он парень молодой Ну У нас Кажется Шевченко его фамилия Ну сейчас Помощник участкового Ну это тоже Приезжал не один раз Ну вот он В принципе все нормально Ну считаем так Видите сейчас делаем Ну а как? Ремонт? Надо Все заброшено было Надо Ладненько Что поедем Вроде полуживой Каждый день Прихожу домой Идите себя Я же строитель Профессиональный А Ребята то А там не секрет На въезде Что за дом строить Где? А на въезде Домик вот строить Вот это А это Три брата Их Конечно Их шесть Бортобьев А их родители Вот под этой крышей А за ним Моя сестра Ребята его кушают Вот еще вопрос Скажите Вот мне тут разно Розитную карту давали Вот сайт у вас в интернете Да А это кто его основал вообще Этот сайт? Не понял А кто его создал этот сайт? Вы Непосредственно Други А вообще Наш сайт Один из самых лучших в мире Это уже в очереди Нет А кто вот именно Откуда вообще Концы Начало Я познакомился с человеком Я говорю Ваш сайт Насколько драгоценный Вы не осознаете Мы его Мы его делаем дубль И улучшаем Я говорю И кто это будет? Израиль и Беларусь То есть речь идет не о людях простых Я говорю И сколько это вам обошлось? Он говорит Триста тысяч Триста тысяч Триста А у меня пенсия Шесть пятьсот То есть я никакого отношения к ним не имею Дальше У нас Мэйл.ру Богатейший Ютуб Пять с половиной тысяч Наше ТК роликов стоит Форум 1595 Нет, а вот еще вопрос Следовательно задавать А для чего вот допустим Вы видео выкладываете? Ну ничего же здесь Мы приехали с вами Побеседали Вот что вот сейчас молодой человек стоит Снимает Это моя жизнь такая Вся на ветру Не, ну для чего просто Как для чего? Чтобы люди видели что Власти нам Мы вопрос задали Я вам ответил Мы не просто власти Вот спроси любого Как власти? Ну власти да и все Мы же приехали Не конфликтовать Не конфликтовать Просто как бы Наша работа в этом заключается Приехали Узнать как выживаете Честному человеку бояться этого не надо Да кто? Да не боится просто Вот мы знаете Приехали Сейчас я могу назвать даже точно Какой район И где в какой области И встретили Библиотеку Я ехал по стране И везде библиотеке Дарил свои книги А у вас книги свои есть? 38 книг у меня только в книжном варианте Томов Каждый том 752 страницы Это все здесь И 7 томов 7 томов которые только в интернете Это 4 тома по 800 страниц Это мои стихи только Стихи Из них около 90 положены на музыку Поются И это все выставлено Любой может увидеть В библиотеках В библиотеке Ленина Парламентской библиотеке И исторической Только в Москве В трех библиотеках мои книги Во всех столичных республиках Начиная с Махачкалы Киева Португалия Лиссабон Книги Которые человек считает И меняет свою жизнь В заключение попала книга Человек вышел совершенно другой Почему? Я сам это все прошел Вот меня вел Полковник КГБ Никулин Я спрашиваю А там про него написано Вы верите? Он говорит Не это слово Я участник этого И кто меня судил Все приезжали Книги все приобрели Потому что Это сама жизнь За что вас судили? За что судили вас? Судили Была статья 190 Прим Нас было 210 человек По Советскому Союзу 15 марта 87 года Вышел указ о помиловании всех полиц заключенных Но не реабилитация Реабилитация наступит только в 92 году Теперь по полной форме мне По гражданской статье За что судили? А административной Я насчитал Я на Златоусте 50 книг аудио Вот здесь вот Моим голосом насчитано Мои беседы с Александром Менем Самым известным священником Со знаменитыми Репрессированными Я брал интервью Это все опубликовано И архипелаг ГУЛАГ Я в первой стране опубликовал Первой в стране На 10 лет раньше Нового Мира Которого отметили 30-летие в этом году Мне Бог это дал Это не мое А вы поддерживаете отношения Вот с нашим батюшкой Который в мамонке Он как приезжает с архиереем Сейчас в 2 недели приедут опять Сюда к вам У нас престольный праздник Приглашаем вас 16-го 16-го сентября Сентября Ну-ка запишу Вот вы приглашены Ну условия знаете Не курить только и все Да ну нет Мы конечно же знаем Если в храм под повесок 16 сентября Престольный праздник В Потеревке Здесь Он так и называется Престольный праздник? Да В честь Николы Никольский В честь Покрова Покровский Значит на Покров будет То ли 16-го Это был святой Анфим некомедийский А как он называется Анфим некомедийский Престольный праздник. Престольный проход в Крестовом году был горден, четвертый вечер. А Минзам, Никомидия, это была столица Нижней Азии. Никомидия, Никомидийский. У него была община 32 тысячи человек, и все до одного были сошелы. Здесь он у вас, именно на территории поселения, да, будет проходить? Ну, как это? В храме приезжает местный митрополит алтайский, патриарший. В храме нет, в Мамонтовске. Да при чем у нас потеряем? Да, у вас потеряем. В Мамонтовске все эти священники съезжают каждый год. С 16-го. И приезжает митрополит. Приезжает семинарист. Алтайский. Харист. Митрополит алтайский. Ну, конечно, алтайский патриарший. От патриарха Кирилл. Ну, мы приедем, если мы его против. О, вот вы своими глазами увидите, какой у нас порядок. Как у нас одеты люди. Хотелось бы посмотреть, приехать. Не будете против что? И как? Я вас приглашаю. Ну, все хорошо. Правила общие для всех. Застегнуты. Чтобы были мужчины, в кармане нигде у вас собачного не было. Мы под поясом все. Больше ничего. Женщина это платье, да? И платье до 10 сантиметров от пола, не больше. Это наш нарискан. Все ясно. Ну, ладно, поедем. Всего доброго. Ну, поедете. Вы в прошлый раз там поехали, погрузились что-то там, а мне отвезти какую-то не дали. А? Как же так? Я-то вам дал. Ну, я 16-го приеду. Нет, вези сейчас, дайте. Ну, у меня нет с собой. У меня сумка просто. Ну, ладно. Я не взял. Значит, я... Не, ну, телефон можете записать мой. Да нет. Нет, просто я... Не, у меня, ну, действительно, нет с собой. А ваша? Да, у меня с собой. Наше отношение к власти такое, что мы каждый день поминаем имена. У нас дети... Вы не заходили просто. Заходишь и прямо в лагере висит президент Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. Представитель Совета Министров. Такой-то. По порядке. Кто губернатор? Дети у меня все это знают. Кто изобрел? Конечно, надо... Сейчас я вас спрошу. Мобильный телефон кто изобрел? Китай. Ну, смотри на его глаза. Ну? А у меня дети все знают. Мартин Купер. Твоишник. А кто интернет изобрел? Интернет. Ну? Тим Бернерс Ли. Все у нас вывешены, дети все знают. То есть, мы молимся за Тима Бернерса Ли, что такое чудо изобрели. За того, кто Мартин Купер изобрел, мы за него молимся. Чтобы Господь пролил милость. С Ардагена, чтобы с Сирией подружились. Мы с Сирией, говорится, с Турцией. Ну да. Это удивительно трудолюбивый народ мы проехали. Насколько он дружественный. И вдруг, вот это вот удар, как Путин сказал, в спину, самолет сбили. Такой подлянки никто не ожидал. А сейчас видно, опять они с Ардагеном наезжать начинают. Ну ладно, мы поедем. Поезжайте. Ну 16-го мы приедем. 16-го приезжайте. Можете не одни, жилу взять. Пусть посмотрят, как живут православные. Я не женат. Мы, знаете, мы православные. Батюшка, мой брат, он протеерей. В алтаре будет наш архиерей. С ним будет секретарь, священники, семинаристы, хористы приедут. Ну все ясно. Все. Я записал. Пусть Господь вас хранит. Ваша работа трудная. Всего доброго. Да. Чтобы Бог вас сохранил. До свидания. До свидания. До свидания. А где он? Молодой человек. Вы-то, или Бомской, дайте извините. Да, да, оставлял. У кого? Я вам эти пятишку-то дал. Да. Вот мне надо, чтобы вам в любой момент раз и сообщить. Вот я, самый ваш. Я не стоплю. Я не стоплю. Всё. Надо у нас вот такие вот, опять же. Это мы... Мы охраняем сами себя, не просто так. Как бы ловили-то, если бы где-то. Мы ловим где надо. Да, да. Люди ночами не спят у нас по разным местам караулить. Это невозможно. И мы не просим посадить. Ну, в разумление. Можешь дать ему? Ну, все. Ну, надо. Ну, по закону-то. Тюрьма, это уже, Голицуевич, последний этап. Крайние меры. Я прошёл пять тюрем. И в лагере смерти был. Я знаю, о чём говорю. Вот я был в лагере смерти. Вы слышали? Нет? Назывался лагерь смерти. Красный уголок на уровне головы в крови после допроса. А ко мне пальцами не прикасались. Приехал подполковник или майор там из Жамбула. И сказал, пальцами кровати. Я по Америке не пришёл. Это и плохо, что я стеснётый. В то же время меня никто не пробовал. Я был когда в Америке. Меня спросили, что все не пришло. И вообще не заумевали. И да. И мы даже вот перезваниваемся с начальником тюрьмы. У меня со всеми хорошие отношения. Это правда, не правда? Вы многими языками владеете, да? Ну, что значит владеть? Я занимался когда-то, да. Я самостоятельно заслужен в армии. Был там английский, нелешкий, французский. Бесерный, испанский. То есть, теперь я в рот ничего не беру. Не даю вам ничего. Я за много детей перевёл. Это всё пошло потом. 11 лет шёл в суд. Я его выиграл после освобождения. Государство, где должно было 11 миллиардов. Это не два рубля. И я выиграл этот процесс. Через 11 лет. Потому что у меня очень близкие были друзья в прокурор края. И судья краевые по школу. И по расколу. Это Бог делает так. Здорово, свидание. С Богом. До свидания. С Богом. 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 Тихо вам зачем. Вам вдоль деревни. А вот тут у меня. Это очень неправильно будет. Надо назад вернуться. И вот по этой дороге вдоль. И там выйдите на Порше. А тут вы поедите к кермеру. Она дорога тоже выведет с Порше. Он только вот такой петлёй откуда будет. Вот здесь, вот здесь, вот сюда. Отрыватель или не отрыватель? Ну ладно. Ну что, все? Угу.